Далее в нашем эфире на следующий гость это Игорь Рейтарович, политолог. Здравствуйте. Добрый день. Следует еще сказать, что кроме лидеров, собственно, семерки, Японии, Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании и США, на саммит ведь приглашены еще лидеры ЕС, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Австралии и других стран вот этого региона. Почему, Игорь, решили расширить большую семерку, расширить географию этой встречи? Потому что, во-первых, эти страны являются на сегодняшний день также лидерами экономическими и политическими, как минимум в своих регионах. Их, скажем так, вклад в общемировую экономику, он достаточно существенен, достаточно показателен. Плюс тут надо понимать, что с этими странами, ну с частью этих стран пытаются каким-то образом время от времени контактировать достаточно активно Китай и продвигать какую-то свою политику, свое видение тех или иных процессов, которые происходят в мире в целом или в конкретно взятом регионе. И понятно, что большая семерка, ну она таким образом пытается выстроить более, знаете, справедливую демократическую повестку дня в плане экономических и других взаимоотношений. Поэтому тут, безусловно, присутствуют еще моменты, связанные, кстати, с привлечением этих стран к вопросам, которые так или иначе касаются и Украины. Ну, с одной стороны, некоторые страны, например, Южная Корея, Австралия, они очень активно поддерживают Украину, в том числе и военно-технической помощью. Некоторые страны занимают, как Индонезия, Индия, они занимают такую достаточно выжидательную позицию, поскольку у них есть свое видение этой войны. Оно не всегда, к сожалению, отвечает тому видению, которое есть, например, у Украины или у наших партнеров. Но вот такие встречи в формате Большой Семерки, это неплохой способ переубедить эти страны и показать им, что действительно ситуация на самом деле однозначно. Есть страна-агрессор, есть страна-жертва, и, соответственно, нужно делать все для того, чтобы страна-агрессор не могла свою агрессию расширять и так или иначе за нее была наказана. Да. Что интересно, что на саммите Большой Семерки засветился президент США Джо Байден, но потом стало известно, что ему нужно срочно возвращаться домой, в Вашингтон, так как над Соединенными Штатами нависла угроза дефолта, уже прогнозируют ее летом. И главе Белого дома нужно снять сейчас все волнения, убедить нацию, убедить партнеров в платежеспособности его страны. Ну, пускай у него там все получится, но в этой связи есть страны, которые сильно обидятся на Джо Байдена, поскольку он обещал к ним залететь после Японии. У главы Белого дома была запланирована поездка по Азиатско-Тихоокеанскому региону, в частности в Папуа-Новую Гвинею, и отмена этой поездки может иметь серьезные последствия, так как, допускают эксперты, эта сторона и другие в регионе воспримут неприезд Байдена как слабость и снова могут переключить свое внимание на ту же Индию и Китай, которые мечтают целиком и полностью господствовать в этой части земного шара. Как вы, Игорь, оцениваете серьезно этой ситуации? Ведь США действительно так обещали тем странам и защиту, и поддержку, и экономические проекты, а теперь вот Си Цзинь Пьедведь не упустит шансы и туда. Руки протянует, да, загребущие китайские. Ну смотрите, на самом деле объективная причина, связанная с возможным дефолтом, его, кстати, не будет, потому что в Соединенных Штатах регулярно возникают подобные процессы, это больше даже противостояние между исполнительной и законодательной властью. Как правило, все эти вопросы решаются, ну так или иначе, через какие-то компромиссы, но находят решение, чтобы не допустить этого дефолта. Что касается реакции этих стран, я не думаю, что они это воспринят непосредственно как слабость, поскольку, еще раз повторюсь, есть объективная причина. Во-вторых, я уверен, что сейчас на уровне дипломатии им будут наданы дополнительные гарантии о последующих визитах, о расширении сотрудничества, и в том или ином формате Байден или представители его администрации в этих странах, безусловно, побывают. То есть это такой больше, знаете, текущий момент протокольного такого плана. Конечно, Индия или Китай, например, захотят воспользоваться ситуацией, но, как видим, Индия тут занимает более конструктивную позицию, и у нее неплохие взаимоотношения с странами Большой Семерки, они как бы неплохо между собой общаются, решают какие-то спорные вопросы. Но у Китая не получится прям так сильно эту инициативу перехватить по одной простой причине. Ну, в странах просто вот этих, которые должен был посетить Байден во многих, есть четкое понимание, что устремления Китая, ну, мягко говоря, являются такими, знаете, экспансионистско-империалистическими. Хотя Китай очень любит обвинять Соединенные Штаты в империализме, но, по большому счету, он занимается очень похожими вопросами в различных регионах, например, в африканском регионе. Поэтому здесь, ну, до Байдена теперь доработает просто американская дипломатия, а Байден воспользуется какой-то другой возможностью для того, чтобы эти страны посетить. Какого-то кардинального там обвала, рейтинга там Соединенных Штатов, имиджа Соединенных Штатов, ну, по этим результатам не произойдет. Почему еще, кстати? Потому что эти страны ценят, прежде всего, экономические взаимоотношения, и, ну, контракты какие-то, дополнительные соглашения между этими странами и Соединенными Штатами, они могут быть, в принципе, подписаны имиджу американского президента. А это для них является ключевым мерилом успешности, либо неуспешности взаимоотношений с Соединенными Штатами. Да. Но все же Китай сейчас очень активно взялся осваивать дипломатические просторы, и сейчас глава КНР принимает у себя саммит глав Центральной Азии. В гостях у него президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Почти все недавно побывали у Путина на Красной площади, а сейчас все на ковре у Си Цзиньпина. Какой главный месседж они услышат сейчас от него? Заставит выбирать между Белокаменной и Поднебесной? Или выбора у них уже там нет? Тогда у них выбора уже давно нет. И, кстати, это подтверждает тот факт, который мы и у вас в эфирах обсуждали. Почему эти лидеры оказались во время парада 9 мая у Путина? Потому что просто Си Цзиньпин сказал, что, ребята, ну надо съездить, давайте как бы сделаем такой жест, он как бы нам выгоден, и дополнительно поставим, извините, Россию на счетчик. Она за это нам будет должна. Уважен на прощание. Да, сейчас они приехали реально к стране, ну можно так говорить, к старшему партнеру. В принципе, вот Россия любит говорить о каком-то старшинстве, но это такой старший брат, по большому счету. Ну, с Китаем у этих стран существенно увеличивается товарооборот, вообще экономические взаимоотношения. Мы по состоянию на сегодня можем констатировать один очень простой факт, что Российская Федерация в Центральной Азии полностью потеряла свое влияние, которое она, надо отдать должное, достаточно долгий период времени сохраняла после распада Советского Союза. По состоянию на сегодня там уже другой геополитический игрок, другой старший брат, и это Китайская Народная Республика. Страны эти прекрасно все понимают. Они понимают, какие преференции, экономические выгоды они получат от сотрудничества с Китаем. В первую очередь Казахстан это прекрасно понимает. И также эти страны понимают, что такие взаимоотношения с Китаем являются для них своеобразной гарантией от возможных эксплуатационистских устремлений со стороны Российской Федерации. Опять-таки это очень актуально для Казахстана, у которого есть определенные территории, населенные преимущественно русскоязычным населением. Ну что вы же знаете, мы знаем все прекрасно, где Россия является поводом для того, чтобы вторгаться в другие страны, вообще раскручивать эту историю, доводить ее до каких-то там нереальных высот и на этом потом спекулировать и устраивать войны. Поэтому это колоссальный такой, не знаю, удар, пощечина, демонстрация просто Российской Федерации, что все, вы уже с этими странами, ну какие-то отношения можете где-то там поддерживать, но они весьма условны. Даже тот ЭДКБ, который столько лет создавала Россия и пыталась это превратить в какой-то аналог НАТО, на сегодняшний день по сути является уже мертворожденным проектом, который не будет реализован и рано или поздно вообще распадется. Поскольку эти страны прекрасно понимают, что именно ориентация на Китай, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе, для них оптимальный вариант, хотя бы с точки зрения просто прогнозируемости каких-то процессов. Да, Китай, с одной стороны, много обещает, с другой стороны, он много и берет, но что есть у Китая и чего нет у Российской Федерации, это уверенность в том, что какие-то события будут происходить в соответствии с определенными постулатами, позициями, ну или теми протоколами или договорами, которые они сейчас подписывают. Поэтому эта история вся очень неприятна, на самом деле, для Российской Федерации. Но знаете, парадоксальность ситуации в том, что Россия на это просто не обращает внимания и, возможно, где-то уже даже плевает на это, потому что у них просто элементарных ресурсов не хватает и сил для того, чтобы состязаться с Китаем даже за борьбу за эти страны Центральной Азии, которые раньше относились абсолютно в сферу влияния России и как бы считалось, что в ближайшие десятилетия эти позиции будут неизменны. Буквально за один год, чуть больше, после начала широкомасштабной войны против Украины, все это влияние России испарилось и пришел совсем другой игрок, который подмял под себя, ну политически, геополитически эти страны, ну и в значительной мере подмял уже под себя Российскую Федерацию. Да, ну Путин как-то вообще в последнее время ни на что не обращает внимания, куда-то вообще пропал, ни Черный день в российской авиации не комментирует, ни эту грызню публичную между силовиками и пригожинцами, ни атаку на свой этот дворец кремлевский, ну где-то, видимо... Ну у него просто сейчас, понимаете, говоря шахматным языком, у него ситуация Сукцванга, то есть какой бы шаг он ни сделал или ход, это будет для него хуже, чем та позиция, в которой он находится сейчас. И поэтому, и поскольку у него еще есть идея фикс, вот он хочет победить Украину, его уже ничто другое не интересует, но это очень напоминает нам опять-таки Гитлера уже в 45-м где-то приблизительно году. Он на другие вещи не реагирует, и они для него неинтересны. Я уверен, что ему приносят какую-то аналитику, что посмотрите, Китай там подминает эти страны и так далее. Ну ему на это по большому счету уже плевать. И для него Россия великая в том плане, что он захватил какое-то количество пока еще украинских территорий, которые он контролирует, и он считает, что это в принципе достаточно, чтобы считаться великим государством. Да, ничего он этим президентам, главам Центральной Азии дать не может, а действительно Китай может дать гарантии безопасности, и мы знаем четко, что Си Цзиньпин об этом говорил и президенту Казахстана, когда к нему приезжал в прошлом году. И накануне этого саммита интересно заговорил Касын Джумар Такаев, я процитирую, для нас это абсолютно ясно, Тайвань это часть Китая, и у нас нет никаких сомнений по этому поводу. Конец цитаты. И в ответ, вот накануне стало известно, что Казахстан и Китай подписали соглашение об отмене виз. Так уже как-то все кристаллизируется. Ну смотрите, для Казахстана просто Китай на сегодняшний день, это действительно страна, которая может гарантировать территориальную целостность и государственный суверенитет. Про это, кстати, Си Цзиньпинь в прошлом году сказал прямо, один раз. Но этого было достаточно, чтобы вся истерика на Раша ТВ, про то, что мы тут сейчас завоюем, вернем наши исторические земли в Казахстане, сразу закончилась. Он сказал, что Китай готов приложить все усилия для защиты территориальной целостности и государственного суверенитета нашего большого друга Казахстана. Казахстан отвечает Китаю той же монетой. Кстати, заявление по поводу Тайваня, ну это заявление, которое ложится в русло заявлений подавляющего большинства стран в мире, которые признают политику одного Китая, и Украина, кстати, это делает, ну на официальном уровне, по крайней мере. И Соединенные Штаты, несмотря на то, что у них есть договор отдельный с Тайванем, тоже говорят, что это часть Китая. Ну то есть это такой вот элемент политической игры, и приятное Китаю сделать, но с другой стороны, как бы, больше не углубляться в эту тему. Усиление взаимоотношений, это в большей мере, кстати, плюс, с одной стороны, Казахстану с точки зрения торговли, и это опять-таки колоссальный минус Российской Федерации. Почему? Потому что те взаимоотношения, которые были у Казахстана с Россией, они же в значительной мере прекращены после, например, запрета в Казахстане параллельного импорта, который был еще в 2022 году. Казахам, с одной стороны, передали привет наши западные партнеры, а поскольку в Казахстане есть масса инвестиций стран Европы и вообще там тех же Соединенных Штатов или, например, Великой Британии, то есть Казахстан понял, что какой нам смысл рисковать такими взаимоотношениями, инвестициями, которые там в горнодобывающую промышленность и так далее здесь есть, со стороны западных стран, которые гарантируют там деньги, да, там, честное правосудие и так далее, чем связываться с Российской Федерацией, они просто отказались от этого параллельного импорта. Слушай, не случайно ведь сейчас же саммит в китайском городе Сиань проходит, да, откуда начинался Великий Шелковый Путь и точно здесь будет говорить сейчас про, ну... Восстановление этого пути, ну, Казахстан просто, смотрите, что делает. Мы потеряли какие-то деньги, которые мы зарабатывали здесь, ну так мы их просто компенсируем за счет углубления торговли, например, с Китаем. Да, это достаточно такой серьезный шаг, и я вам скажу откровенно, что он не всем нравится даже в Казахстане, этот момент надо учитывать, что какая-то часть казахского народа, они такое сближение с Китаем, они тоже к нему относятся достаточно, знаете, так осторожно. Но, с другой стороны, он вложится как бы в понимание вот этой многовекторной политики, которая на сегодняшний день есть у Казахстана, и пока это работает, как с точки зрения экономических каких-то выгод, так и с точки зрения того, что Казахстан постепенно дистансируется от России и не хочет с этой страной не иметь ничего общего. При этом со сферой влияния части там западных стран, в хорошем понимании этого слова, Казахстан никогда не выйдет, потому что им опять-таки это выгодно. И свидетельством чего, кстати, являются те изменения, последние политические, которые происходят в этой стране. После годов Нурсултана Назарбаева и достаточно авторитарного режима, мы видим сейчас очень много каких-то росков демократии. Реально там плюралистические выборы, внесение изменений в Конституцию, децентрализация. То есть там постепенный процесс политической модернизации, пускай очень осторожный, но происходит. И это тоже не может радовать, потому что это же все явно не идет в пользу Российской Федерации, которая фактически уже потеряла серьезного партнера и вряд ли его сможет вернуть в ближайшее время. Вы знаете, на этом фоне вот этих демократических устремлений и модернизации политической в Казахстане, которую мы сейчас обсуждаем, очень странно выглядит, ну хотя понятно, кто за этим стоит, какие силы. Это сейчас позиция Грузии, официальных властей, да, которые отменяют визовый режим, возобновляют авиасообщения с страной-агрессором, уже нарываются на санкции, им четко сказали, да, в Белом доме. Сейчас в стране, насколько мне известно, собираются опять, ну, протесты против вот такого возобновления отношений с Россией. Ну, понимаете, история с Грузией, это очень печальная, на самом деле, история, потому что, с одной стороны, печальная в каком плане, что страна, которая действительно в определенный период, при всех условностях, демонстрировала очень неплохие темпы и реформы, и вообще интеграцию в Европейский Союз, в один какой-то момент решила этого дальше не делать. Причем решила этого не делать не по желанию большинства населения, а по желанию власти, которая является, во-первых, олигархической, во-вторых, откровенно пророссийской. И это, вот, кстати, очень хороший пример, и Украине в том числе, как не надо делать, то есть иметь такие хорошие стартовые возможности, и просто их растерять по ходу, и получить теперь такие глобальные проблемы. Ну, а вот эта провокация со стороны России с возобновлением этих перелетов, она просто еще раз показала очень хорошо всю сущность грузинской власти, что они готовы на это пойти ради сиюминутных выгод, которые получат вот грузинские олигархи, точнее, один олигарх, от возобновления, скажем, этих перелетов и прямого сообщения. Поэтому, ну, грузинам как-то надо, ну, принимать для себя решение, нравится ли им развитие такой ситуации дальше, либо они все-таки придут на выборы, там действует пока еще эта система, к счастью, и они каким-то образом повлияют на ситуацию, потому что никто за грузинов это делать не будет. Ну, знаете, очень, конечно, наивно выглядит и смешно, с одной стороны, с другой стороны, ужасно. Заявление, например, президентки Грузии, которая сказала, что когда Украина победит Россию, вы же не забудьте про Грузию, что вы нам территорию вернули. Ну, с одной стороны, это прекрасная оценка возможностей наших вооруженных сил и Украины, а с другой стороны, ну, извините, это выглядит как просто попытка на нашем горбу решить какие-то свои проблемы. Ну, такого быть не должно, и здесь, как бы, грузинам надо вспомнить, что было в 2008 году, и что Россия создает, на самом деле, сейчас очень опасный прецедент, который она сможет использовать и по отношению к Украине. Она начнет тыкать просто всем нашим западным партнерам историю про Грузию, что, смотрите, мы когда-то с ними воевали, но сейчас мы сделали первый шаг. Мы такие миролюбивые, мы возобновили сообщения, мы забыли про все территориальные разногласия. Конечно, мы забыли, если вы территорию оккупировали, никуда ее не отдаете. И давайте мы теперь такой финн провернем с Украиной. То есть будут у них такие попытки. Рано или поздно они будут пытаться вот такие вещи вбрасывать в информационное пространство, потому что они считают, что если это сработало в Грузии, то почему это не сработает в Украине? Ну, я думаю, что и в Грузии тоже не сработает. Там действительно люди сейчас выходят на улицы, на площади, все возмущены таким поведением правительства. Ну, ладно, посмотрим. Тем временем как-то тихо побывал в Киеве спецпредставитель Си Цзиньпина по делам Евразии Ли Хуэй. Какие-то противоречивые сейчас заявления по поводу его встречи с Владимиром Зеленским. В китайском МИД говорят, что была встреча. Наша сторона, ну, я лично ничего не видел о том, что была такая встреча. Точно ясно, что встречались с Ли Хуэй министром странных дел Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак. И точно кажется понятно, что Китай стоит на своей формуле урегулирования и повторяет, что не будет подливать масло в огонь. Игорь, какие вот лично ваши наблюдения за этим незаметным, как мне показалось, визитом? Ну, мне кажется, что президент мог с ним прийти там поздороваться, познакомиться и пойти. Потому что давайте, ну, ради объективности и при всем уважении, ну, есть президент, а есть спецпредставитель. Мне кажется, что это несколько разные уровни, да, вот вообще для общения. Уровень там министра иностранных дел, ну, окей, хотя это тоже, как бы, знаете, такой шаг доброй воли именно с нашей стороны, потому что, ну, это целый министр, который отвечает за внешнюю политику, встречается с человеком, который является специальным представителем, ну, там, Китая по урегулированию, то, что они называют украинский кризис, да. Это уже сама по себе формулировка и странная, и оскорбительная в определенной мере. Ну, ладно, у них такая позиция, пока мы ее, как бы, принимаем и особо там не комментируем. Я думаю, что на самом деле тихо все достаточно прошло по одной простой причине. Он же приехал без каких-то конкретных там предложений. Ему надо было посмотреть вообще на ситуацию, оценить, скажем, то, что происходит в Украине, услышать позицию украинской стороны. Позиция была именно высказана. Может быть, услышать сигналы воздушной тревоги и как работает наше ПВО. Возможно, да, сигналы воздушной тревоги. Тем более Россия как раз в это время устроила один из самых массовых обстрелов вообще Киева. Ну, я думаю, что как раз по результатам этого всего у спецпредставителя, наверное, сложилось несколько другое мнение, особенно в контексте знаменитых кинжалов, которые тут на ноль умножило наше ПВО. И в этом плане, как бы, явно у него не очень... И которые, видимо, предлагала Россия Китаю или продавать? Ну, они же точно там предлагала, не предлагала, но Китай явно же, зная просто их манеру, как бы, да, брать некоторые вещи и выдавать это потом под своей собственной маркой, понятно, что они к этому присматривались. Поэтому я думаю, что он посмотрел, он услышал очень четкую и публичную позицию Украины. Мы сказали, что у нас есть прекрасный план, который утвержден на уровне Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Мы будем очень рады, если Китай присоединится к его выполнению. Мы про это неоднократно говорили. План был озвучен, план был представлен. Ну, как бы, проблем нету. Он теперь поехал дальше в Польшу, поедет в Германию, в Францию, потом поедет, наверное, в Российскую Федерацию. И Китай сейчас будет еще очень долго держать эту паузу. Мы уже неоднократно и в эфирах ваших про это говорили, да, что ему это, ну, объективно просто выгодно, ждать, как будет ситуация на поле боя развиваться, а уже потом, когда они четко поймут, к чему все идет, вот тогда Китай с какими-то конкретными предложениями выступит. По состоянию на сегодня он просто занимается сбором информации и никаких конкретных шагов предпринимать не будет. Игорь, знаете, еще вчера я размышлял, наш президент после такого очень активного, динамичного и, наверное, который был бы не под силу остальным президентом, турне по Европе. Потом был какой-то такой период тишины. Понятно, по-человечески нужно отдохнуть. И я почему-то думал, что появится наш лидер на саммите Большой Семерки, но сегодня стало понятно, что он появился на другом конце, на саммите арабских государств. Такую траекторию, такое направление, как вы можете объяснить, почему туда? Давайте, кстати, не будем забывать, что Большая Семерка будет еще до 21 числа заседать. Поэтому все может быть. Тут такой момент, да. Кстати, информация действительно была такая несколько непонятная. Сначала онлайн, потом летит, потом опять онлайн. Но, опять-таки, смотрите, это нормальная история. Вопросы безопасности. То есть это надо понимать. Это как Париж-Лондон, да, вот недавно. Было непонятно, где будет снесено. Это очень важно. Мне почему-то кажется, что нас ждет еще какой-то определенный сюрприз. И вот на вот этом прекрасном видео, которое мы видим, будет стоять еще один стул. Кого-то не хватает. То есть это как бы еще все возможно. С другой стороны, и арабское направление на сегодняшний день является чрезвычайно важным для Украины. Во-первых, ну, с двух причин. Первая причина – это то, что Россия пытается активно в этом направлении работать. И, соответственно, мы должны минимизировать ее там влияние и попытки сформировать какую-то коалицию с той стороны, которая будет, ну, скажем так, не так смотреть на ту войну, которую Россия ведет против Украины. И второй момент – ну, некоторые страны, и там вот будут встречи с представителями, лидерами этих стран, они уже помогли Украине, например, в плане обмена пленными. И это очень, на самом деле, важный для нас вопрос, гуманитарный вопрос. Неоднократно, ну, и президент, и все другие, кто за это отвечает, говорили, что вопросы возвращения наших пленных – это приоритет абсолютный, который там доминирует над политическими, экономическими и другими там интересами, которые у нас по состоянию на сегодня есть. И если, например, этот визит связан с тем, что по его результатам мы увидим, услышим и уже сможем, ну, в реальности, как бы, оценить конкретные действия по возврату наших пленных, ну, значит, уже однозначно этот визит будет очень удачным. Но я думаю, что траектория не просто так выбрана, а она выбрана еще в том плане, что эти страны очень любят в том числе инвестировать в какие-то перспективные, ну, и сферы вообще экономики мировой и вообще инвестировать в другие страны. А вы же понимаете, что Украина в этом плане после нашей победы будет, ну, очень интересно с точки зрения инвестиций в послевоенное восстановление. И многие страны захотят взять в этом участие чисто исходя из экономических каких-то своих интересов. Прекрасная площадка продемонстрировать свои возможности, показать, что мы можем, как быстро мы можем, как качественно мы можем. И, кстати, построить совместные предприятия и выйти, вот смотрите, важный же момент, про него забывают, и выйти на рынок страны, которая находится на пути в Европейский Союз. То есть это потенциально выгодный рынок. Сегодня это просто рынок Украины, а завтра это уже рынок Европейского Союза. И это, кстати, прекрасно, вот возвращаясь чуть-чуть назад, понимает тот же Китай, который, ну, готов там будет, я уверен, что это произойдет обязательно, тоже будет предлагать нам и деньги, и кредиты, и помощь в восстановлении, потому что они прекрасно будут видеть экономическую выгоду. Арабские страны в этом плане имеют, ну, огромный просто потенциал, который может быть использован, но важно, кстати, еще и озвучить четко позицию Украины, перебить вот ту позицию и ту пропаганду, которой там занимается Российская Федерация, для того, чтобы те же страны, например, вот тут был представитель Египта только что на экране, да, чтобы слухи о том, что они там какое-то оружие могут продавать России, пускай это пока просто слухи и так далее, чтобы они вообще никогда не возникали. И Россия знала, что ей в эту сторону даже и смотреть нет смысла, потому что позиция этих стран, ну, пускай она будет не проукраинская, в силу там определенной специфики, но она как минимум будет нейтральной и точно не будет, например, пророссийская. Да, вы обратили внимание сейчас на картинку, это прямая трансляция. Наш президент Владимир Зеленский сейчас онлайн выступает на саммите арабских государств. Украина традиционно слушает его лидеры, огромный зал, который просто впечатляет своими масштабами и своей роскошью. Ну, это специфика какая-то региона, да, то есть они когда собираются, они там обсуждают очень серьезные вещи, и потенциал этих стран, он на самом деле очень недооценен, и это прекрасно все знают, да. И хорошо, что есть такая возможность, президент лично как бы может обратиться, плюс мы же понимаем, что ключевые вопросы, они будут решаться уже не в этом зале, они будут решаться уже непосредственно там на уровне комиссии, в кулуарах, есть возможность как бы обсудить какие-то важные вещи, связанные с помощью Украине, и опять-таки еще раз повторюсь, возвратом плена, потому что там присутствуют люди, которые уже брали в этом участие, принимали в этом участие, и этот потенциал, конечно, нужно по максимуму использовать. Итак, конечно же, этот визит под нашим большим вниманием, все заявления нашего президента далее в эфире мы заявим и обсудим. Спасибо, Игорь, за этот разговор, Игорь Ритерович, политолог, был в нашем эфире, всего хорошего, до свидания.